Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватии, Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 года. Здравствуйте. В студии приветствую вас. Да, и перед тем, как мы конкретно обсудим визит в каждую из стран, особенно в Болгарию, которая, в общем-то, дал возможность огромному количеству заголовок в международной прессе, таких неоднозначных, Хотелось бы, конечно, задать вам общий вопрос. На фоне подготовки к саммиту в Вильнюсе, именно вот эти три страны были выбраны президентом для его поездок. С чем это связано и успешными ли они были в рамках подготовки как раз к Вильнюскому саммиту? Ну, страны выбираются такие, с которыми уже проделана определенная предварительная работа. И президент, как правило, только финализирует некоторые вещи. Ну, что касается Болгарии, напомню, что в критические месяцы марта, апреля, май прошлого года Болгария осуществила поставки вооружений и нефтепродуктов для украинской стороны более чем на миллиард долларов. В то время как Германия, например, только поставляла нам каски и бронежилеты, Болгария поставляла нам артиллерийские снаряды, танки, бронемашины и так дальше. Все это делалось тихо, спокойно. И, я думаю, сыграло определенную роль в том, что украинские вооруженные силы смогли отразить, в том числе при помощи Болгарии, вот это российское внезапное наступление, относительно внезапное наступление в конце февраля, которое делилось и далее. Нужно сказать, что в Чехии была тоже содержательная программа. Мы знаем, что Чехия имеет очень сильный военно-промышленный комплекс. Поэтому, как и в Болгарии, шел разговор о том, чтобы там ремонтировалась украинская военная техника на военных предприятиях, а также производились и совместные виды вооружений, как советского образца, что касается Болгарии, так и некоторых образцов, которые уже более новые и соответствуют стандартам НАТО. Это Словакия и Чехия. Кроме того, в Болгарии была проведена серьезная работа по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, в энергетике, атомной и так дальше. Так что несколько турбин будет закуплено у Болгарии для потребностей украинского энергетического комплекса. И констатируем, что посещение трех стран было эффективным в контексте обеспечения военно-технических проблем вооруженных сил Украины, что касается снарядов, что касается средств артиллерии, самоходных артиллерийских установок, да и, собственно говоря, и некоторых видов бронетехники. Кроме того, в Болгарии был разговор о том, чтобы Украина могла приобрести там 30 боевых самолетов 16 МиГ-29 и 14 Су-25. Так что это штурмовики и истребители. Не все они на ходу, но, тем не менее, некоторые из них можно привести в чувство, починить не только на предприятиях Болгарии, но и на той же Чехии. И таким образом, как бы усилить военно-воздушные силы Украины. А в их поддержке сейчас вооруженные силы очень нуждаются во время тяжелых боев, проведения контрнаступления по ряду направлений на Донбассе, Таврии и Запорожском направлении в студии. Да, и перед тем, как мы снова-таки углубимся в результативность переговоров с конкретными странами, я все-таки хотела бы вернуться к НАТО и решениям. Вот есть же такой момент, как дипломатические усилия, и Болгария может проводить дипломатические усилия для поддержки определенных позиций или решений НАТО. Может быть, и Болгария была выбрана не случайно именно перед поездкой в Вильнюс. В разрезе вот этих решений, возможностей дипломатии Болгарии, как вы думаете, удалось президенту, ну, скажем так, аргументировать то, что Украина не то, что достойна, а, в общем-то, своевременно заявляет о своем желании быть членом НАТО? Ну, Болгария подписала письменный документ с украинской стороны во время визита. Это была 22-я страна, которая поддержала письменно членство Украины в НАТО. Так что уже с 31 страны 22 письменно поддержали, поэтому этот процесс продолжается, потому что с письменной поддержкой можно более уверенно разговаривать и со странами-скептиками, когда они увидят, что подавляющее большинство поддерживает Киев, устремление украинского народа быть частью евроатлантического пространства. Поэтому все в порядке, вы знаете, Болгария с Чехией и Словакией, у нас, кроме всего, действуют договоры, которые мы подписали с Болгарией в конце 92-го года, я его лично готовил, договор о дружбе и сотрудничестве. А в 93-м, когда Чехословакия разошлась, и две страны получились у нас Чехия и Словакия, в 93-м мы подписали такие же договоры о дружбе и сотрудничестве, то есть высшие политические договора с Прагой и Братиславой. Поэтому эти три страны, которые входят в пакет 15-ти диэтостран, с которыми политические отношения Киева носят приоритетный характер доверительных отношений и взаимной поддержки студия. Александр Михайлович, о конфликтах, скажем так. На болгарское телевидение попали кадры дебатов Зеленского и Румына Радева. Зеленский, напомню, раскритиковал последнего за использование слова «конфликт» в контексте неспровоцированной войны России против Украины. Глава украинского государства горячо пояснял Болгарии, что Украина сделала, и что сделала Украина все от нее зависящее, чтобы достигнуть безопасного сценария на Запорожской атомной электростанции. Короткая цитата, а после нее вернемся. Есть дипломатический диалог о станции. У МАГАТЭ диалог с Россией. Вот вам, пожалуйста, дипломатия. Что еще нужно исполнить? МАГАТЭ общается с Россией. ООН общается с Россией. Там заминирована станция, на которой работают наши технические сотрудники, и ходят там 500 боевиков. МАГАТЭ говорит, не хотите Украине отдать, так выведите боевиков, демилитаризируйте станцию, и будет МАГАТЭ следить за станцией. Скажите, разве это не дипломатический путь? Ну, добавим, да, что господин Радев, он говорил о конфликте, о каком-то конфликте. Александр Михайлович, вы как дипломат прекрасно можете рассказать нашим зрителям, в том числе, что просто так какие-то слова не попадают, да, не выпадают из рту в некоторых президентов. Скажу так довольно грубо, но в этом плане я по-другому попросту не могу. Как вы считаете, вот эта дефиниция, конфликт, использована ли она специально? Исходя из прошлого господина Радева, помните, два года тому назад, во время дебатов, до президентских еще, Румын Радев сказал прекрасную фразу, кавычки открываются, чей Крым российский на данный момент, конечно, кавычки закрываются. Нужно ли обращать внимание на фразу двухлетней давности в этом плане? Ну, должен сказать, что в Болгарии российская розетка работает давно, начнется с советских времен, там серьезная резидентура. Я не знаю, вы помните этот момент еще, но в советские времена Болгарию называли 16-й Советской Республикой. Поэтому там присутствие Советского Союза, советских силовых ведомств, там не было советской армии, как группы войск Южной Венгрии, Чехословакии, Центральная группа, Северная группа Польши, ГСБГ, то есть группа советских войск Германии, там не было. Но количество разведслужб, политической, военной разведки там зашкаливало всегда, и которые фактически отслеживали молодых перспективных политиков еще в советское время, а вот в наше время они уже стали зрелыми политиками. То есть с ними работали еще в конце 80-х годов для того, чтобы через определенное количество времени, когда они достигнут политических высот, вот, так сказать, получать конвертацию вложенных в них денег, средств и так дальше. Ну, конечно же, такие заявления не случайны. Должен сказать, что Кремль поддерживает все левые движения в Европе, а президент есть представителем социалистической партии, которая есть левого направления, которая фактически преемником болгарской коммунистической партии, поэтому ничего удивительного нет в том, что, так сказать, левые силы имеют своего представителя, потому что есть и определенная электоральная база от левых сил. Я думаю, что такая оппозиция, политическая оппозиция президента не есть случайный, не есть случайный выбор слов, который употребляется относительно Крыма, относительно того, что война – это конфликт. Это чисто кремлевские нарративы, которые, к сожалению, повторяются высшими должностными лицами ряда стран. Ну вот мы говорим о Болгарии. И некоторую сличную позицию занимал и бывший президент Чехии, но он проиграл выборы и, кстати, в конце своей карьеры заявил, что он ошибался в отношении того, какую политику ведет Кремль и Москва. Посмотрим, что заявит и болгарский президент Чехии позже. Но, по крайней мере, это заявление отслеживают же не только болгарские избиратели, но и Брюссель, Вашингтон, фактически все мировое сообщество делаются выводы относительно того, какие позиции занимает глава государства. Но Болгария есть парламентская республика, поэтому полномочия президента там небольшие. А вот премьер там проевропейский. И, собственно говоря, с правительством. И больше всего было достигнуто соглашений о сотрудничестве военно-промышленном комплексе, которое выгодно как Украине, подчеркиваю, так и Болгарии. Потому что если Болгария передаст нам боевые самолеты, то взамен она получит самолеты более нового поколения, американского производства. Если нам Болгария что-то еще передаст в области энергетики, это будет просто получение за неработающие генераторы и так дальше, Украина заплатит живые деньги. Так что это абсолютно взаимовыгодное сотрудничество. И только зацикливаться на России в Болгарии никто не собирается. И премьер там не раз говорил о том, что в своем большинстве все-таки болгарское общество ориентировано на Брюссель и уж никак не на Москву, студия. Исторический контекст вы вспомнили, про двойственность мы сейчас вот упомянули. А вот мне интересно вот немножко комплексный такой вопрос на основе тех публикаций, которые я сейчас вижу вот на болгарских СМИ, где пишется, что нерешительность и неясность позиции Болгарии с последних годов сделали ее серой зоной на восточном фланге НАТО, который сейчас имеет огромное стратегическое значение. И вот визит Зеленского теперь пошлет очень сильный сигнал в противоположном направлении, по крайней мере, что касается стратегической ориентации страны и политики нового правительства. Тут же я вижу, есть ответ Кремля, где раскритиковали визит президента Зеленского в Болгарию, члена НАТО, также заявив, что украинский лидер пытается втянуть другие страны в конфликт между Москвой и Киевом. Естественно, тут это все ртом Пескова озвучивалось. Но и хотелось бы вот вернуться к той перепалке дипломатической, скажем так, да, за столом Зеленского и президента Болгарии. Украина и НАТО должны иметь общие ценности, сказал Зеленский, иначе быть не может. Вы не можете и поддерживать Россию, и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Европейский Союз. Это их цели. Вы меня понимаете, добавил Зеленский. И вот политика в разрезе этого пишут. В конце этого мероприятия, вернее, этой перепалки, Радьев предложил, что у него есть предложение, но попросил телекамеры удалиться, прежде чем продолжить. Вот с точки зрения дипломатии хотелось бы прокомментировать вот это предложение удалиться телекамерам. И второй момент, действительно, это закрывает вопрос о двойственности страны? Или это игра все-таки на два фронта одновременно? Сколько будут позволять Болгарии сидеть на двух стульях? Ну, мы не знаем, что озвучил Болгарский президент в отсутствии журналистов, но вообще-то вы должны понимать, что переговоры, которые сопровождают журналисты с камерами, это только первые пять минут, на которые говорят очень обтекамые фразы. Когда уже доходит до каких-то конкретных оценок политических, все это делается, извините, без присутствия журналистов. Ну, все это хорошо, но политические договоренности, анализ, предложения и так далее, действительно проводятся вне телевизионных камер и так далее. Это абсолютно нормальная, в принципе, практика. Поэтому, возможно, что-то Болгарский президент и предложил, возможно, и не предложил. Но, по крайней мере, это хорошо, что доносится политика официального Киева на таком, на самом высоком уровне, который есть президентский. Я думаю, поверьте, на позицию самого болгарского президента влияет то, как он пообщался с нашим президентом. Тем более, после приезда нашего президента в Софию откликаются возможности для того, чтобы и болгарский президент приехал к нам. Мы его свозим в Бучу, в Ирпень, в Костом, или это все рядом, в Бородянко, где он может посмотреть на свои глаза о том, кто собой представляет, как он говорит, конфликт. На самом деле жестокая война, жестокое убийство мирного населения, которое осуществляли бойцы оккупационной российской армии. Студия. Михалыч, можно даже не ехать в Бучу, Ирпень, можно просто зайти на сайт Фонтанки. Не так давно проводили обыски у господина Пригожина, это главарь частной военной компании «Вагнер», и якобы Фонтанка показала фотографию заблюренную с отрезанными головами из Сирии. Делали, понятно это, представители частной военной компании «Вагнер». Кто-то говорит, что это, возможно, фейк, но тем не менее, господину Радьеву, возможно, стоит внимательнее присмотреться к этой фотографии, ведь если Украина падет, такие фото, возможно, будут в следующем из Болгарии, также от представителей частной военной компании «Вагнер». Я думаю, представителям НАТО и ЕС нужно как можно чаще это напоминать, что и делает президент Зеленский. О Чехии не сказали мы, напомню, что во время визита президента Украины в эту страну, состоялся он также накануне, и была встреча с чешским коллегом Патером Павелом. Были обсуждены вопросы совместной безопасности, санкции против России, противодействия российской пропаганде. Зеленский поблагодарил Чехию за неизменную поддержку Украины и ее евроатлантического пути. Далее короткая цитата. Украинская делегация здесь, в Праге, чтобы поблагодарить вас за неизменную и волевую поддержку. И очень символично, что визит в Чехию начался в такой день, в День памяти Яна Гуса, национального героя Чехии и всех, кто ценит отвагу. Отважное чешское участие действительно ощущается и в обороне, и в политике, во всем, что мы делаем все вместе ради свободы нашей Европы. «Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила. И победили все мы. Чтобы мы сохранили ценности, на которых базируется наше общество. Украину в ее желании присоединиться к ЕС и НАТО необходимо поддерживать. Мы сделаем все для этого. Мы будем стараться, чтобы переговорный процесс был начат до конца текущего года и четко прозвучало, что Европа в будущем будет с Украиной». Переговоры с господином Патром Павелом они довольно сильно отличаются. Ну, во-первых, учитывая опыт президента Чехии в Североатлантическом альянсе и его понимание того, что такое коллективная оборона и почему Североатлантическому альянсу нужна Украина не меньше, чем Украине НАТО. Какие бы вы итоги? Лично так общий вопрос, но все же вынесли из визита господина Зеленского в Чехию. Ну, Чехия занимает принципиальную позицию в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Прага была тем местом, когда в 68-м году советская армия подавила демократическое восстание местных интеллектуалов и борцов за демократию. Об этом помнит чешский народ. Кроме того, я хочу напомнить, как историк, что и чехи, и словаки, и болгары есть славянскими народами, которые прибыли в Болгары на Балканы, славяне-болгары, и потому что потом прибыли тюрки-болгары, и чехи, и словаки прибыли как славяне с территории Украины. То есть мы с ними по славянской линии самые близкие народы. Напомню, что славяне на территории Российской Федерации появились на 200 лет позже, чем Чехии, Словакии и Болгарии. Ну, вот так, немножко для размышлений. Поэтому, конечно, наши отношения у нас очень близкие, теплые. Мы понимаем на генетическом уровне друг друга очень хорошо. Нам понятна логика действий, и нам понятно, почему украинцы хотят быть частью Европы, потому что это староевропейская нация, которая хочет быть со своими братьями, чехами, словаками и болгариями в единственной объединенной и демократической Европе студия. Ну, и опыт господина Павла тоже. Хочу просто на этом сакцентировать внимание, Александр Михайлович. Генерал НАТО, да, человек, который знает внутренние структуры. Тут идет подготовка к Вильнюскому саммиту, где говорила госпожа Кая Калас на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом. Для Украины будут сюрпризы. Для Украины будут какие-то серьезные решения. Позиция Чехии неизменная. Как вы считаете, что она дает Украине как раз в контексте будущего саммита в Литве? Ну, Чехия входит в эти, так сказать, 22 страны, которые поддержали письменно вступление Украины в НАТО. Чехия довольно влиятельный член НАТО, потому что вооруженные силы и так дальше там уже имеют свою давнюю традицию своего развития. Нужно сказать, что сам Павел, он же был начальник генерального штаба, поэтому он боевой генерал, хорошо понимает, что происходит в Украине, какие опасности имеет Европа в случае, если Киев и Украина пали от российской агрессии. И он хорошо понимает и объясняет коллегам, что та поддержка военно-техническая, финансовая, которая оказывается в Украине, несеразмеримо малая в случае того, если бы Украина пала и российские войска пошли дальше, тогда самим пришлось бы воевать с российской оккупационной армией. Эта цифра возрастает в десятки раз. Поэтому НАТО нужно куда больше обратить внимание на Украину. И это очень выгодно самим странам НАТО поддерживать как можно больше украинские вооруженные силы, украинскую экономику, которая должна выставить против российской агрессии. И мы вместе отправим назад российских оккупантов домой. И эта война закончится так, что агрессор получит свое полное поражение, потому что он выступает за цели агрессивные и античеловеческие студия. Александр Михайлович, ваши слова, да, представителям многим Европе... Североатлантийского альянса в уши, как говорится. Будем ждать вильнюсский саммит. Спасибо вам огромное за разговор. Напомню, что Александр Левченко был с нами на связи, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговина в 2010-2017 годах.